Девушки отдыхают Сиддик Масули Да, точно Человек, который все годы после окончания Ульяновского училища сверзи В 1984 году, все годы, вплоть до прихода к власти маджахедов в 1992 году Был, находился в армии ДРА Исполнял ответственнейший начальник штаба полка связи Это довольно значимая такая боевая, наверное, единица была, видимо Которая обеспечивала связь по всему Ульяновску Вот, и поэтому, несмотря на то, что сейчас много всяких событий Всяких интересных других событий Несомненно, нам захотелось, мне очень захотелось Что-то поговорить об истории Афганистана Об истории отношений наших стран О тех событиях, которые произошли исторических Потому что то, что преподается, вот сегодня преподносится В прессе, начиная с 90-х годов Что типа все проиграно там Советским Союзом было Что все мы там опозорились и так далее А по сути дела ситуация была намного интереснее, намного сложнее И есть основания полагать, что Советский Союз ничего не проиграл в Афганистане А достойно выполнил свою задачу Выполнил задачу свой контингент Наш войск, ограниченный контингент И все, что надо было сделать в тех политических условиях Наши военные и политики, которые этим занимались Очень достойно сделали Пробирали потом предатели, которые разрушили СССР И предали Афганистан Вот примерно так И мы на эти темы попробуем поговорить с Сидиком У вас есть что для начала сказать? Или я буду задавать вопросы? Да, ну я... Давайте начнем с вопроса С вопроса Так, Сидик, вот насколько я знаю Вы из семьи, из военного, да? Нет, мой отец гражданский, государственница А, государственница Время государственного Он при каких... В какие времена он был вот государственным, при государственном возрасте? До Апрельской революции он... После революции, ну до революции До революции, да А до этого, во время Даудчан Он был мэр города, город Лугар А, вот так, да? Мэр города Лугар Понятно Там же какое-то плечо было, вот это правление Дауда лет шесть, по-моему, да? Или сколько? Да, шесть лет А, шесть лет, да? Да Он сверх или там революция какая-то была? Ну, я думаю, что он тоже, когда он стал президентом Афганистана, вот наши вот партии, демократические республики Афганистана, парчамисты, хоккеисты, которые сейчас все говорят Основные офицеры с Даудом они дружились Дауд их знал, и хорошие поста, хорошие должности им давали Ну, потом, перед вот апрельской революцией, были такие недоразумения у Дауда, и некоторые наши члены партии большие, типа в обракарманы, тараки, все в тюрьму посадили Ну да, да И потом уже, после этого революция, через неделю революция произошла Там начались смутные времена, скажем так Да, да А Дауд сам, у вас негативного отношения в Афганистане к Дауду нет? Вот то, что он сверх короля Да Да Это, как бы, негативно к нему никто не относился Нет, ничего не относился Да А Дауда же убили, да? Убили, да, с семьей, да Хотя отношения с Советским Революцией хорошие отношения Отношения именно с Советским Союзом, именно во времена Дауда, наверное? Да Это по 78-м годам Он начал сначала с Америкой дружить, но Америка неправно поняли его, он не хотел с Афганистаном И как-то по-другому вопрос задавали, и Дауд не согласился на это И он даже обратился в Советский Союз, Советский Союз, пожалуйста И в то время Советский Союз очень много помогал Афганистану и строительству Да, да Еще в городе Кабуле на восток, да Домостроительный комбинат, и потом политехнический институт все построили Учителя у нас учили, это были советские там, женщины, мужчины То есть еще во времена Шаха Да Советский Союз, да Очень плотное отношение имел с Афганистаном После того, как Шаха свергли, значит, Дауд сверг и с Даудом были хорошие отношения Да, с Афганистаном Тоже, да Все было замечательно Да Замечательно Потом в 78-м году происходит апрельская революция Революция, да Потом уже чуть больше стало отношения Да В результате А скажи, я вот насколько понимаю В результате апрельской революции там произошли такие события, что в стране начался такой беспорядок Ну да, беспорядок и без помощи невозможного было Без помощи Советского Союза То есть Потому что насчет правительства не опытные были Ну партии были, член партии, все это Ну, советники и оружие все помогают нам И я как офицер доволен Пока не там с нами Ну, мы это преснем все еще Не дойдем до 84-го года Я так пытаюсь изначально Ну, вы же знаете Такие вещи, которые не везде прочитаешь Ну, скажем так И вопросы вот, они просто интересны Мне сама логика событий, мне интересна Вот Образование партии ДПНА, да? Да ДПНА НДПА Да НДПА Она где-то там в 65-м году, по-моему, образовалась Да И сразу же они развалились на два направления Да, да На два направления Хальк и Парчан Да, да После апрельской революции Партии начали А вот военная элита Военная была, да Во время, когда Дауд был шахом В это время Партии уже работали везде С офицерами, со всеми Какая партия? Хальк или Парчан Тогда Демократическая партия То есть единая партия Да, единая партия Да А халькисты и парчамисты Это просто направления какие-то? Направления, да Потому что халькисты Руководили Тараки Мохаммад Тараки А парчамисты Бабрак Кармаль Вот так, да То есть единая партия Но два направления Которые шли за какими-то Определенными лидерами Цены одинаковые И то и то одинаковые цены Вот так, да У меня маленькое другое представление было А Амин Вот третье лицо появилось Вот в этом направлении Вот был Тараки и Бабрак Кармаль И еще Амин потом Амин Ну, больше Во время апрельской революции Стало три лидера, насколько Да Три лидера в то время Амин, Тараки и Бабрак Кармаль Да Амин, Тараки и Бабрак Кармаль И Амин их? Ну, Амин не дружил с Таракием Поэтому не очень дружил Хотя не понятно, где он в Арчамиле В Арчамиле или Харкеве Никто не знал Никто не знает, да Он так и начал с Америкой дружить И после этого Советского Союза Сразу наша партия И вот на месте поставил Вот вы интересные вещи рассказываете Потому что из другой литературы Вот я лично понимал так, что Амин был типа как парчевистом И военная элита была как парчевистом В направлении Нет такого направления? Ну, ближе к парчевисту было А халькисты это как бы люди Типа либерального такого направления Это интеллигенция, учителя Ну, такого нет У них все одинаковые В армии Зачем тогда вот это разделение? На данное направление Тогда не понятно Ну, вот это сложный вопрос Я сам не знаю Потому что там Если делить язык Пуштуны и фарси И халькисты Пуштуны были И фарси забаны Язык фарси был И в этом И в халькисты Все не смешены Может быть это все-таки Было деление на какой-то По этнической основе Пуштуны там Были Одного направления Нет На таком Интересное направление Значит Единая партия Которая шла Двумя направлениями Хальк И парчан Да Может из-за этого Произошли какие-то Не согласия Не согласия Не очень Маленький пример Допустим Командир дивизии Халькист Даже не у всех Халькист Заместители Зооподители И парчанец Там Мельк Должен создавали И Другой Допустим Орговое управление Там Все свои брали На работу Были такие Неправильно Конечно Такой организм Которые только начали Революцию Наверное Что-то Что-то было в основе Заложено Почему Во время Сразу после Апрельской революции Произошли такие Нехорошие Скажем События Когда Амин Таким Поздным способом Устранил Тараки По его приказу Он был убит Задушили его Да Сам Амин Задушил Да Сам своими руками Да Да Он Как раз Был в Москву Прилетел Туда В Кабун Тараки Да Даже Я помню Вот он буквально Да Буквально Через 3-4 дня Убили его Его арестовали Посадили в тюрьму И вон его сам Амин Задушил Да Даже По-моему Сразу убили его Через 3 дня Я видел Что он умер Да Он сам Амин И Амин Взял на себя Вот это Потом уже Меня долго Я вот точно Срок не знаю Года не было точно Амин Ну это понятно Да Вот с Амином тоже интересно По идее Амин Не прекращал Отношений С Советским Союзом Постоянно обращался За помощью Потому что Была Сложная обстановка Ведь по сути После каждой революции В любой стране Происходит Бардак Скажем так И скорее всего Там наверное Что-то такое Вначале Поторопились Всякими Законами Тем более Страна Которая 100% Мусульмана И Неграмотный народ Больше всего Они не поймут Этого Как говорили Из Последователей Научного коммунизма Страна Феодального строя Да Практически Но все Федеральная среда И поэтому Так и получилось Потом Ну потом Начали Нормализоваться Вот Мне интересно Почему Какие причины Побудили Советское Руководство Вынести Смертный Приговор Аминем Скажем так Ну ведь Практически Так Ну Почти так Если Если он Все таки Поддерживал Отношения Он Начал с Америка Тоже Хотел Не Не Прощало Советское Так Да Так И потом С помощью нашей партии Советский Союз В то время В то время Был послан Чехослабак И Увезли в Москву Отсюда Отправил В Кабути В Дешамбе И это же Объявили Что Президент Амин Ну да Когда Амина Приговорили За какие-то вещи Но он был жестокий человек Он там Пересажал Практически Всю верхушку Партии И причем Жестокими Методами Воздействовал На людей Ну Если Вы говорите Что он начал Какие-то Отношения И с Америкой Видимо У спецслужб Какие-то основания У внешней разведки Были Считать Что Эти отношения Могут Привести К тому Что Амин Скажем Отдаст В последующем Афганистан Зону влияния Американцев Скажем так Был такой Реально план Да? Да Я просто Вот это говорю Потому что У меня так же Складывалось То есть Это не пустой Разговор Что Наша Внешняя Разведка Советская Внешняя Разведка Отслеживала Эти вещи Дипломатия И они прекрасно понимали Что если бы Афганистан попал А в то время Вполне мог попасть В зону Влияния Американцев Ну да Которые Держали под своим влиянием Пакистан Да Которые И что Ирак И Иран Там как у них В то время происходило Я уже не помню С Ираком С Ираном Они были В жесточайших Противоречиях Американцев Да Значит Их Направление было Пакистан Пакистан Да А Пакистан Так как был Очень близко Духовно И идеологически Близок Народом И Афганистан Это практически Ну это как бы Территория Ближайшая К Афганистану Ну да Практически то же самое С тем же самым народом Да Ну Самый же давно Афганистан Единственный Иначе Джигулла Он мог Такие ответы давали Он мог справиться с ним Да До Джигуллы Доберемся Очень аккуратно Подбираемся Подбираемся Хорошо Вот В 79 году Было принято Такое решение Советским правительством Не будем говорить О том Как они принимали Все описано достаточно Подробно Мы приняли решение Произвели Штурм дворца Амина Там устранили Амина Практически И власти Народной Демократической Республики Афганистан Ставят Бабрабы Гермали То есть это третий Такой лидер В партии ДПНА Да НДПА НДПА Третий лидер Третий лидер Очень мощный Тоже известный Москве Расположенный КСССР И соответственно В связи с тяжелейшей обстановкой Которая сложилась В верхушке Правительства В верхушке Управления Управления В основном Да Было понятно Что Очень может быть Что при определенном раскладе Власть не удержать Да Да В то время Когда я учился Здесь Как раз С Павераком Президентом Стали Да В 79-ом Да В 79-ом поступили Да В 79-ом году Вы поступили в Ульяновске Училище Связи В 84-ом закончил В 84-ом закончил Вот Значит И начался период Отношений Наших стран Период Введения В граничном Контингент Советских войск На территории Республики Афганистан Соответственно Любая Военная Задача Которая Ставится При введении Военных Действий Имеется Какая-то Глобальная Задача Как вы думаете Какая задача была Советских войск Задача В основном Нет Вопрос Не понял Потом Ну Смотрите Я почему спрашиваю Значит Те Кто А таких людей много Извращает События Которые Происходили В тот момент В СССР В Афганистане Они Как бы Говорят о том Что СССР Это Хищный Такое Образование Которое Вело свои Войска В бедный Афганистан Для того чтобы его Завоевать Подчинить Ну Я в той Слышали В 2016 Республики СССР Мирному Населению Помогать Строительством И ведь Школы Учителя Советский Союз Строил что-то В Афганистане Очень много Много Дома Построили Много Дома Строили Школы Много Дороги Вы произнесли Слово Враги Кого Вы считаете Что значит Враги В то время Ну враги Кто против нас Воевал Против вас Это против кого Против наших Государств Против нашей Партии И тоже Афганцы С Пакистанами То есть против правительства Правительства Республики Да Которая старалась Удержать Какое-то единство Да Афганистан конечно Страна очень Мозаичная Очень сложная Очень такая Исторически Богатая Насыщенная Там же живут Разные народы Там Целая мозаика Культур Религий Значит Вы Можете Примерно Сказать Вот Как складывалась Вот Эта вот Религиозно-этническая Составляющая Понятно это слово Религиозно-этническая Составляющая Со стороны Правительства Республики Республики Афганистан И со стороны тех Кто этому правительству Мешал Я так понял Что вначале Да Наши Религиозные Люди Против нашей революции То есть Фундаменталисты Исламские Да Потому что коммунисты Коммунисты Поэтому Получилось Так Что они Поксан Приехали Оттуда Поксан помогали Против нашей Республики Хорошо Тогда вопрос НДПА НДПА Да НДПА НДПА Вы считаете Это была коммунистическая партия Ну Раз Почти Да Идея Так То есть Ну это понятно Вы разучились в советском училище Вы проходили и курс Научного коммунизма Да История ГПСС Наверное История Наверное Тогда же вам создавали какую-то историю НДПА Нет Только на истории ГПСС Вы считаете Да То есть НДПА Шло таким коммунистическим путем Да Да Может быть в этом И какая-то ошибка кроется Вот такая ошибка Да Большая ошибка Начало По этому Получилось Потом Будем говорить Хотелось НДПА Уже Поздно Ну как вот можно исправить в такой стране как Афганистан Видимо обратить какое-то внимание и все-таки дать возможность управления и работы там приблизить к элитам все-таки те общества там же была исламская партия Да То есть Этим направлением дать Договориться с ними Да Такие ошибки Вот эти исламские партии Все Они В то время Они Быстренько Вот 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 А вот Во время Вот Последний После Бавракармала Он Каждый военный час Мечет строил Там С зарплатой С помощью И вот Больше внимание на людей Дело в том что наша страна также прошла вот такие вот вещи и как бы тоже вот все эти прошла перетрубации от полного отрицания религии преследований и так далее потом к возврату то есть в Афганистане происходило все практически то же самое только с исламским Да 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 Вот скажите Ислам Религия Как бы там ни говорили что ислам это един там и так далее Ислам очень такая тоже мозаичная религия Да И Афганистан соответственно втянул в себя все что только есть вот наверное в исламе в Афганистане есть Потому что настолько это тоже такая мозаичная страна и интересная такая вот я так понимаю что в тот момент в начале восьмидесятых в Афганистане было все вот с самых ортодоксальных исламских и исламистских направлений до коммунистических Да Во зрении Значит и получается что вот этих вот ортодоксальных исламистов и мусульман Да Я разделяю все таки исламистов от мусульман Их оттянуло на себя на свою сторону сделало их орудием против СССР Америка тут же Да То есть исламские течения благодаря вот такой блестящей скажем так работе ЦРУ Внешней вот такой работе все исламские направления были оттянуты и из них сделали врага прежде всего и республики Афганистан вместе с правительством Ну и соответственно тем тем кто им пришел защищать это значит ограниченному контингенту И вот из этого вот создалась вот это вот мощное военное противостояние Да из этого да Правильно понимаю да Все правильно да Ну в исламе начал об этом говорить не договорил значит там же есть и шииты и суниты и в Афганистане представлены они значит и шииты и суниты Значит как вы считаете оба направления Суницкий понятно из них благодаря влиянию скажем так англосаксонских разведслужб давно сделали их из них как бы сказать орудие вот направленное против Орудие некоторых для некоторых действий в интересах вот именно тех интересов которые закладывали США Америка и Великобритания Великобритания тоже огромное влияние оказывала на регион Афганистана Да То есть они делали исламистов своими силами вот кто к ним больше как бы притягивался суниты или шииты может быть как-то там было воздействие Шииты в Афганистане очень мало Мало Да мало В основном шииты это уже и шииты были и суниты Хазарейцы шииты да? В основном да В правительстве Герат граница Иран там на самом шииты и хазарейцы Ближе к Ирану там шииты да Но они же тоже противостояли советским войскам Герат по-моему очень мощно Ну там был да ну это же влиянный государство был там в Герат и противник тоже там То есть Иран как бы находился в такой интересной зоне одновременно конфликтуя с Америкой Иран да да И одновременно оказывал влияние на своих последователей хазарейцев чтобы они противостояли советским войскам Да Вот интересная такая позиция понимаете то есть Иран был против всех скажем так да? А почему как вы думаете? Вот это из-за того что вот они знали что в конце концов Америка придет в Афганистан А не может это из-за того что Советский Союз в то время был в более плотных отношениях с Хусейном? Нет это по мне это вроде не говорит здесь ничего такого не бывает поскольку я знаю Потому что я так думаю что из-за того что в Америке все равно Сейчас они очень против Да вот сейчас Событие развивается каждый день интересно то что сейчас в Ираке происходит допустим ставит вообще все с ног на голову Вот в наше время например Иран может даже стать союзником Америки А в то время значит когда Советский Союз помогал правительству Афганистана пришедшему с помощью вот этих революций Пытающимся построить современное ну какое-то более высоко развитое общество Против этого направления восстали исламисты Направляемые спецслужбами Америки Да А силы как вот разделялись в Афганистане как вы думаете Вот половина на половину населения это как или больше половины было против республики или наоборот Большая половина была за Бабрака Кармаля как вы думаете Большая половина за За то есть в принципе большинство населения Афганистана приняло вот эти вот направления которые давало вот это новое общество да 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 И смысл защищать был Да конечно там Почему вот это Главари вот это Муджахеды которые И в то время во время Зай-Шах Они известные люди были Во время Дауда тоже И после уже когда наши революции победили Апрельская революция они больше побоялись То есть они были очень хорошо скажем так жили в те времена Да И они испугались что приходит коммунистическая власть Да Скажем так Они испугались за свои Ну Испугались Все эти Шахи И в основном они просто сейчас говорят что почему-то плюс Совет Совет Они тоже вмешались в наших внутренних дел Вот это из-за этого тоже больше Почему мы Главари называли Главари? Ну Сколько Главари? Сколько Главари? Дите какой Главари? Сейчас почему мы Главари? Сейчас весь мир там Да Сейчас должен быть Главари Ну Скажем так потому что та страна которая влияла на вот эту вот элиту афганскую Ну скажем элита исламистская элита и заставляла ее воевать против Советского Союза Да Эта страна сейчас конкретно поставила свои базы в Афганистан Да И против кого их воевать Они сами этого хотели Да Сами хотели Да Ну и такие вот еще Раз мы в общем то нормально продвигаемся в нашей беседе Значит вот пришел ограниченный контингент советских войск Начало 80-х годов Это наверное какая-то Одна такая задача была видимо у советских войск Потом были другие направления Я насколько знаю что первые годы там вот было как раз вот втягивание вот в это вот противостояние Именно военное противостояние во всех районах И конкретно года 4-5 помогали прямо вот уничтожать все эти банк-группировки которые Ну да Хотя в то время я еще в Советском Союзе понимаю я слышал так что Ну да именно Именно Самая была заваруха как раз вот первые пять лет Да Конечно Потом стало все это дело как-то немного скажем так не то что успокаиваться А задача с контингента вот с этого Советского Союза уже переориентировалась на другое Больше помогать войскам Республики Афганистан брать под контроль вот эти все вещи Да Да Было такое да Да Потому что я вот на этом тоже заостряю внимание нам же как говорят И я вас сейчас попрошу рассказать поподробнее на эту тему Нам в то время когда поливали грязью ведь в 80-е годы поливали грязью все что творится в Афганистане То есть те кто в нашей стране тоже все разрушил они в первую очередь ставили все что происходит в Афганистане под очень большое сомнение И в том числе представлялось ими так что все эти войска которые там служат на стороне Республики Афганистан это фикция Ага Это ничего Что приходится воевать нашим солдатам вообще непонятно за что Да Так ли это на самом деле Какую силу представляли из себя именно войска Республики Афганистан в которых вам служить Какие задачи они выполняли Могли ли они взять под контроль вот эту ситуацию Брали ли они под контроль И как все это продвигалось Вот тогда в то время военные операции все параллельно были афганские Министерство обороны и Советский Союз войск Понял Они совместно участвовали в боевых действиях Понятно И ну их задача вот такая что кто нападает на поста на провинции на военные объекты на народу мешает Они их уничтожали захватили и опять охраняли эту зону полностью Ну то есть все таки афганские войска вели серьезные боевые действия Серьезно Хорошие войска были Он сам учился Это от времени шага так и шло и шло Тебе военную школу закончили Потом училище у нас хорошее училище было Потом вот до 85-го как началась революция у нас в апрельской революции Очень много училищей здесь Очень много И войска уже Хорошие войска были в армии Хорошие армии Поэтому и пока сам испугался В первую очередь уничтожить наши армии Вот Я считаю И вот по тем Все таки Есть основания полагать что вот вторую половину 80-х годов Советский Союз начал Советские войска стали постепенно передавать полномочия вот по защите И охране вот именно армии Афганистана Да Так и было да? Да так и было Ну иначе бы на Джабула вообще бы нисколько не удержался Если бы так не было После того как вывели войска Ну да Соответственно Я к чему веду К 89-му году К выводу войск ограниченного контингента Многие предрекали очень скорую гибель на Джабуле Бабрак Кармаль А расскажите пожалуйста Как произошло вот что Бабрак Кармаль Передал власть на Джабуле Ну поскольку я знаю В то время Советский Союз пригласили его сюда В Москву Бабрак Кармаль Да Он не хотел просто Ты болеешь надо вылечить тебя А вот Он приехал сюда Обратно кустили В этот период На черной этот Согроме там Встал и встал Доктор на Джабула Президент Аббонистан Ну вы подтверждаете То что в принципе и пишется О том что Советский Союз заменил бибера Да Бабрак Кармаль Кармаль с семьей Жили здесь В Москве На метро Даже В центре Москвы Да Удали условия Слово там Библиотека Там Жизнь Нормально Потом Через сколько это время Его обратно отправили в Аббонистан Потом Жили он Харатан Прямо на границе Термиза Я почти Полтора года с ними Был вместе Рассказывал все То что Президентом Скажите Я даже спрашивал Ну до того Мы близкими Обед Ужин У нас вместе Что-нибудь интересное Расскажите Ну Интересное Что рассказать Жалко Как раз Вот Где наши дома были Финские Такие Прямо рядом С границ Все Уже Этот Потоп Начали Сюда А он Собрал Все Он стоял На основном костюме Но расстоянии Где-то 100 метров От этого Я рядом с ним А там На расстоянии Видели Все попросили Солдата Еще Подойдем к ним Поздоровался А он Разрешил Пускай придет Пришли к нему Человек 20-25 Ну он минут 15 Разговорил с ним Ладно Сейчас обстановка Такая Уезжайте сейчас Не забудьте про Родину Назад вернуйтесь Я здесь Пока Такие разговоры Были Это 92-й год Да? 91-й Да Вот Как вы А вот как вы думаете Правильная была замена Бабра Кармалина Наджибулу С чем Было это связано С чем Связано Я не знаю Правильно Наджибулу потом Справа То есть поставили Более мощного Такого лидера Который Был способен Взять управление И Наджибулу Посчитали Таким Более основательным Лидером И аккуратно Деликатно Скажем так Очень деликатно Сделали замену Да Он за это время Программу Национальное Приверение Он Да Он первый Начал Это движение Много Нет Но Где-то 20-30% Член партии Центральный комитет Наш Там Против Наши Против Ставили Почему Продлагающие С ними Приверение Соколит воевали А он Он тоже Наш народ Что друг другу Это не решение Проблемы Правильно Да Ну а как У него политика Хорошая Теперь понятно Мне вот Понятно Спасибо Что разъяснили Значит Это была Такая Вынужденная Рокировка Одного Лидера Деликатно Убирают И ставят Более мощного Лидера Который Пришел С конкретной Программы Для того Чтобы закончить Вот эту войну И ведь Тогда же Горбачев поставил И пообещал Всем Что мы Уберем Скоро свои войска Это же надо было решать И надо было Советскому Союзу Вести Политику Для того Чтобы при выводе войск Сохранить В Афганистане Дружественное Советскому Союзу Управление Да И вот В восемьдесят восьмом году Происходит Женевский Подписание Женевских соглашений Вот Как вы думаете Я Я вот Сам Расцениваю Вот это вот Все Дело так В восемьдесят восьмой год Практически Это было Подписание Победных условий Которые Советский Союз Выполнил Советский Союз Задачу Как вы думаете Ведь Там Одно из самых главных Что было Подписано в этих соглашениях Что Советский Союз Продолжает Оказывать материальную Военную помощь По международным Соглашениям И в этом Запад подписался Что Мы продолжаем Оказывать помощь Мы Убираем свои войска Мы продолжаем Оказывать помощь И в то же время Добились Политики Невмешательства Других Западных стран В дела Афганистана Это же Практически Это подписание Победных условий То есть война Которую вел Советский Союз Около десяти лет Она была практически Она была Помощью Афганистану Но все задачи Наши солдаты Наши офицеры Выполнили На сто процентов Они Своими действиями Подвели К тому Что наша дипломатия Подписала Выгоднейшие Женевские соглашения С Западом При этом Поставили Бой Очень сильного Лидера При этом Дали Афганским Войскам Афганской армии Взять под контроль Всю ситуацию В стране Правильно Так Да Все сказки О том Что Советский Союз Эту страну Проиграл Что Солдаты Умирали Ни за что Все это сказки Мы Вот этими Действиями Практически Подвели Афганистан К тому Чтобы Рядом В таком Сложнейшем Геополитическом Районе Мира Рядом с нами Существовал Добрый И сильный Сосед Да Что произошло Дальше Во время В период Наджибулла Но В конце концов Получилось Так Что А кто Он по национальности Пуштун Тоже Пуштун Вы тоже Пуштун Да То есть По национальности Как раз Преобладающее Число Населения Афганистана Это Пуштун Да А по моему Более 50% Да Так Получается Более половины Населения Афганистана Значит Ну и в армии Наверное Тоже Ну в армии В основном Да Воинственный народ Издревле воинственный народ Умел воевать Умел показать Свои умения воевать Да И ничего удивительного В том что в армии Да У меня единственное жалко Это Наша армия Хорошая армия Афганистан Угу И Президент Нашего Угу Угу Это Цель Пакстана У них Первый цель Нашего брать И армию Что Угу Чтобы было понятно Тем кто Нас возможно послушать Я Скажу так Ведь Как получилось Что Хорошая армия Которая была Напитана Вооружениями Нормальными вооружениями Советский Союз Передал Армию Афганистана Очень хорошее вооружение Которых служили Мощные такие офицеры Грамотные люди Которые умели управлять И правительство Наджигулы было Сформировано С ним можно было иметь дело Они могли выступать На международном уровне То есть это была Сформированная страна В принципе То есть Десять лет Помощи Советского Союза Не прошли Ни в коем случае Даром Все было В огне В кипящих Страстях Все таки Все было Повернуто На созидательный путь На то Чтобы Страна была Нормальная Предательство Произошло Конечно Не в Афганистане Предательство Произошло Здесь У нас Предал И Афганистан И нашу страну Понятно кто Это Тот Кого В народе Прозвали Меченом Значит После того Как Подписали Вот эти Выгоднейшие Для СССР Женевские соглашения Горбачев Сам Ни с того Ни с сего Подписывает Через два года По-моему Да Через два года В 91 Ну как раз Когда уже Создали все условия Для крушения СССР Да Он подписывает Предательские условия С американцами О прекращении Поставок Афганистана И вот это Был самый мощный удар Да Да После Вывода войск Перед нападением Нашим Маджахед В восток Афганистан Джаманабад Там Немножко Спугались Наши государства Но победили А кстати Кстати Войска Армии Ведь все предрекали Наши Советского Союза Ведь несколько боевых Таких операций Мощнейших Очень мощнейших Армия Афганистана Провела Против вот этих вот И сепаратистов И и сладистов В центре Кабула Собрали все Народ Он сам Разговаривали И обещали всем Мы победим То есть народ Поверил Да Народ Афганистана Поверил В то что произошло То что идет Все правильно Организовали Сопротивление Вот этим вот Всем террористическим Исламистским Там Группировкам Всех которые посылали Американцы И вдруг Горбачев Подписывает Приговор И Советскому Союзу И Афганистану Одновременно Да Вот тут какая пакость Как мир так их вот держит А Сами удивляемся Перейдем Зали Ну что Так Перерыв Зали Хорошо Спасибо 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 Субтитры